Что нужно для того, чтобы стать настоящим героем? Один из способов выбрать профессию, в основе которой лежит помощь людям. Помощь не на словах, а на деле. Когда отдаешь себя без остатка служению ближним каждый день, независимо от состояния здоровья и личных проблем. Сколько я работаю, как-то удивить меня чем-то, наверное, нельзя. Потому что очень много приходилось видеть всего в работе. Главным нарядом Елены Михайловны Татариновой много лет является белый халат. Еще в детстве она решила, что примет эстафету мамы и станет медицинским работником. Детской мечте не изменила. И стремишься помочь независимо от того. И отдать всю себя во благо и во им здоровье. После окончания школы в 1987 году поступила в Рязанское медицинское училище. Окончила его в 1989 по специальности медицинская сестра. И сразу же теорию воплотила в жизнь, работая в ЛПУ медсестрой хирургического отделения. В работе споры на просьбы скорой к людям со всей душой. Так уже в 1997 году Елену ставят на должность старшей медицинской сестры хирургического отделения. А через 10 лет она уже главная медсестра всей Михайловской больницы. Всегда хотелось быть медсестрой, именно медицинской сестрой. И я любила свою работу, и люблю до сих пор. И с большим удовольствием и желанием выполняла, и прислушивалась, училась у старших товарищей. На моей практике было много заведующих и замечательных людей, таких как и Борис Иванович Митин. Мне с ним тоже пришлось работать. Он был моим заведующим отделением. Со временем работы главной медсестрой получила высшее сестринское образование, окончил Рязанский государственный медуниверситет имени Павлова в 2012 году. Сегодня Елена Михайловна, как и ее коллеги, находится на передовой борьбы с новым вирусом. От них зависит жизнь у Михайловцев. В условиях, когда медицинский персонал сталкивается с дефицитом индивидуальных средств защиты и смотрит прямо в глаза невидимому врагу, Елена Михайловна не растерялась, понимая груз ответственности, возложенной как на нее, так и на всех медиков, кто не струсил, не ушел в самоизоляцию, боясь заразиться опасным заболеванием. Сначала, конечно, была адаптация ко всему этому, но, опять же, благодаря сплоченности и грамотной тактике мы разработали свой план работы, и сейчас мы работаем в плановом режиме и так, как должно быть. Соблюдаем санэпид режим, сопереживаем, сочувствуем всем и стремимся, чтобы больные выздоравливали и были благодарны нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова